Добрый день, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Не помню, снимал ли я ролик про американские аптеки, но решил на сетий случай еще раз такое видео снять. Я нахожусь перед аптекой Walgreens. Это одна из сетевых аптек, которая есть практически на всей территории США. Еще есть еще одна сеть, CHV, кажется так она называется. Это тоже распространенная аптечная сеть. Что представляют себе американские аптеки? Это как бы маленький небольшой супермаркет. В большинстве городов они круглосуточные, где можно купить практически все необходимые товары, которые вам нужны для повседневной жизни. То есть это не обязательно лекарственные какие-то моменты. Это могут быть снэки, игрушки, минеральная вода, газирок, всякая разная сладкая печенюшки, основные продукты питания. В некоторых аптеках продается алкоголь, где есть лицензия на продажу от алкоголя. Ну и естественно в каждой аптеке есть отдел лекарственных товаров. Некоторые аптеки работают круглосуточно. Более того, когда закрываются все магазины, это касается крупных городов, люди идут покупать продукты в аптеке. Первое упоминание о таких вот американских аптеках есть в произведении Мартина Ларни «Четвертый позвонок». Там очень интересная такая в юмористике написанная голова про американские аптеки практически в самом начале этой книжки. Настоятельно рекомендую почитать. Ну а что касается аптечного отдела, он работает в большинстве аптек до 8 вечера, потом он закрывается, хотя есть круглосуточные аптеки. Ну и соответственно есть драйв-ин. То есть вы можете подъехать сзади вот этой аптеки и прямо непосредственно на борт машины, не ожидая прямо купить сразу все, что вам необходимо. Значит, по поводу лекарственных препаратов и всего прочего. В Америке с этим достаточно жестко. То есть если это не аспирин, если это не какие-то вещи вот из жоди или что-то типа норафена, то есть вещи, которые продаются без рецептов. Все остальные лекарственные препараты продаются исключительно по рецептам и очень жестко отслеживаются. То есть если, к примеру, вы хотите купить своей жене таблетки от беременности, вам необходимо пойти к врачу, получить от него prescription, рецепт. И дальше вас вводят в базу данных. И если вы есть компьютер, вы можете спокойно приходить туда каждый месяц, называть имя, фамилию или даже дату рождения и покупать вот эти самые таблетки, которые вам прописали. А про сильно действующие средства я вообще не говорю. То есть необходимо входить к врачу и даже вот на простые какие-то антибиозики иметь рецепт. Что касается цен. На какие-то лекарственные препараты цены дешевые, на какие-то дорогие. То есть если мы берем какие-то вещи, которые в России стоят крайне дешево, типа йода, типа зеленки, типа какого-то дешевого аспирина или еще что-то, то в Америке на это, конечно, цена будет подороже. То есть те, кто собирается в Америку, конечно, лучше вещи купить такие заранее, с собой везти. Некоторые виды лекарств, к которым мы привыкли, или медицинских каких-то средств, типа марганцовки, лучше с собой привезти заранее. Особенно те, кто планирует рожать ребенка. То есть марганцовка это очень классное средство, когда у вас ребенок только родился, и первые две недели нужно добавлять буквально чуть-чуть этой марганцовки, чтобы избежать бактериального заражения кожи от всяких разных профилококков, стриптококков и так далее. Вот, в Американских аптеках вы эту марганцовку не найдете. Также очень странный вариант у них это и самый йода, и странный вариант зеленки. Для этих целей есть русские заправки, вообще русские магазинчики, где вот те медикаменты, к которым вы привыкли, они продаются. А вот что касается дорогостоящих антибиотиков, которые в России днем с огнем не сыщешь, и стоят безумных денег, если вы пошли к врачу и выписали рецепт, померите, конечно, эти лекарства заведомо не поддельные, они высокого качества, и будут стоить, они, конечно, дешевле, чем в России. Мы говорим про какие-то дорогостоящие лекарственные препараты, на которых российские аптеки и фармацевтические компании наживаются, еще не факт, что они будут настоящие. Ну, вот, для сравнения, вот я купил сегодня для жены эти таблетки от беременности, месячная упаковочка, она стоит 21 доллар, 55 центов, это вот с учетом всех налогов и сбора. По сравнению с российскими вот этими таблетками от беременности, конечно, американские гораздо лучше, почему это говорю, потому что мы на своем собственном опыте проверили, то есть вначале, сразу после выписки из больницы, два месяца поиспользовали американские таблетки, потом им друзья из Питера привезли вот этот мерселон, который мы уже, ну, жена изначально использовала, она попробовала месяц попить, поняла, что идут какие-то непонятные побочные эффекты, и, соответственно, от мерселона мы отказались, и вот остатки у нас валяются в столе, где у нас всякие разные валяются аптечные дела, вот, а перешли исключительно на американские таблетки, которые, конечно, более щадяще работают для женского организма. Если у вас есть какие-то комментарии, вопросы относительно американских аптек, лекарств и так далее, задавайте конференцию. Кстати, хочу сказать, как всегда помогает интернет. В тех случаях, когда что-то нельзя купить прямо и явно вот в аптеках и так далее, для этих целей существует огромное количество компаний, которые наши ужилые, хитрые, бывшие соотечественники, основном из Нью-Йорка, из Нью-Джерси, организовали вот такие вот интернет-аптеки, и, в принципе, говоря безрецептурно, некоторые лекарственные препараты можно спокойно через интернет заказать. Вот, в принципе, это относительно легально, и самое главное, это можно сделать. И самое интересное, на них даже цены могут быть ниже, чем в аптеках. Кому это надо, может самостоятельно погуглить, найти эту информацию об этом, вот о таких вот аптечных магазинах, ну и, соответственно, купить то, что надо. Задавайте вопросы, пишите комментарии, и желаю хорошего дня.